Впереди сложный прыжок. Дяденька, как мы видим, серьёзный, продуманный. У него есть план! Пытается удержаться, как-то зацепиться ногтями! В надеждах отказано. Грыжу сломали, сообщает нам по радиосвязи. Но ничего, новое вырастет. То же самое препятствие попробует девушка, но видно, что она запыхалась уже. Ой, от такого удара она стала на размер меньше. Так и всё выпуклое станет пуклым. Ещё одна девушка, судя по телосложению, наверное, не американка. Может, надо левее прыгать там, где конструкция поднимается, а не опускается? В массы ей не хватает долететь. Зато в Америке дорогие ортодонты, а здесь бесплатно прикус исправили. Это американская программа Wipeout. Кто быстрее пройдёт полосу препятствий, получает 50 тысяч долларов. Поднимается еле-еле, надо бы её поторопить. Нам скоро на рекламу уходить, давай быстрее! Должна же знать девушка, что задержки это нельзя. Так, культурный обмен. Мимо и в вайпауте. Послышался хруст французской булки. Хруст позвоночника. О, внучек сказал бабуле, что за пенсией идти сюда. У неё квартира в Москве. Так-так, быстро, целеустремлённо прыгает спортсмен. Нормально, сейчас стабилизируется. Побег из тюрьмы, остался последний прыжок. На! Тюрьма-то неплохая. Тут и бассейн, позвонки вправили. И челюсть на место поставили. Спортсмен аккуратно пробует то же самое. Но если бы раньше прыгнул, может быть, успел бы. Ведущая говорит, этот последний шаг довольно сложный. Участник, видно, уставший в мясо уже. Ох, он, видимо, ей нравится. Опа, паркурщик, Джеки Чан, всё! Ну, сложно как там удержаться, я не представляю, конечно. Там, может, ещё и мылом натирают всё. Но вообще, по правилам вайпаутов, в финал проходят те, кто все препятствия прошёл за самое короткое время. То есть, пройти это всё-таки можно. Пытаются сделать первый шаг на чужие стволы, и его блокируют. Они ещё и кружатся каким-то вертолётом. Прыжок из говен. Оп, спайдермен. Сестра бежит за обратом. Тот самый прыжок, он кричит ей, ты сможешь! Гигантские носы у них семейные, не помогло. Так, по реплеям анализируем ошибки. Но ошибка ясна, надо было прыгать дальше. Ох ты, неужели, неужели такая сперепрыгнутая? Начинается воздухоплавание. Примерно так выглядит сон на водном матрасе. Участников преследуют злые тентакли. Блин, ну-ка, как весело выглядит. Я бы в такой аквапарк с удовольствием бы посетил. Так, сложный прыжок. Поторопилась. Здесь, наверное, надо прыгать после того, как рукоятка опустится в диск. Ну все, ее можно не ждать уже. О, сцены с финала. Футуристические мегапрепятствия. Это вроде Нолан так снимал Интерстеллар или типа... Слушайте, или это просто кадры погружения в океан? Многоразовая ракета Илона Маска с запасным инженером внутри. Еще один ночной сегмент. Финальное испытание. Прямо в техническое отверстие. Ну, видно, что это развесители для труп. Сантехнику здесь, конечно, было бы легче. Вторая попытка. А, она думает, что там батут. Ну, не знаю, много ли вы видели в черных дырах батуты? Явно с ноги туда не надо. Целеустремленно, быстро. Но... Из князи в грязи восстал. А еще есть групповые сегменты. Место здесь всем не хвалит. Серый буквально выталкивает его. Синий скатывается на дно. Вот это напоминает, когда на оживленной улице кто-то встает прямо на проходе. Блин, в начале видео эта вода была чистая еще. Не, ну такой вид развлечения, конечно, специфический. А что делать тем, кто любит сидеть дома? А? Как хорошо, что есть World of Tanks. Ведь здесь я могу встретиться с друзьями в ангаре. Уютно посидеть у костра. Обсудить стратегию следующего боя. А потом ворваться в невероятный танковый экшен, где нет никаких правил. Помоги врагу сделать сальто. Застань противника врасплох. Уничтожь неприятеля рикошетом. Отправь рака на дно. И загони вражину в угол. И все это с отличной графикой, атмосферными звуками и улетным геймплеем. Изобретай свой способ расправиться с неприятелем. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и получай подарки для уверенного старта. 7 дней премиума, танк Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов. В бой. Моментальные расчеты в голове, как свою массу так распределить, чтобы... Такую горку бы в детстве, да? Так, ну все, Assassin's Creed, пора проходить. Там, видимо, из-за водопада не видно стволов и... Так, проскакивает один прыжок. Вот тут медные трубы. Вода! Вот остался огонь. Конструкции уже максимально адские и бессмысленные. В детстве, в твоем воображении, ты все это делал на каком-нибудь старом диване. Через кольцо, как в цирке. Вот это уже мощный случай. Ведь почти пройдено обе ноги, получилось перенести. Но остальное тело, да. Вот это, честно сказать, абсолютно без понятия, как проходить. Ну, наверное, можно как-то аккуратненько, потихонечку. Вот-вот, все правильно. Ну, сейчас еще разочек, и это... Ну, вот это было уже почти. А, и есть кадр, когда уже пройдено. Небольшой прыжок остался, и все, все. А, адские перегрузки в капсуле. 5G. Наносит таки свой вред. Застряла в окне. Может, там в капсуле как-то и можно перекатываться, но не в этот раз. А, вон, растяжка. Неплохая, да. У вас проблемы с поясницей? Нет? Будут. Так, на ферме. Подлезай к сцене, откуда что-то торчит. Что же будет интересно? Ой, какое удивление. Оно бьется. Ниндзя! Блин, от этих сосисок так захотелось. С хат-дока какого-нибудь, а? Так что, новенькое здесь нужно просто держаться руками и не отпускать ни в коем случае. Но надо еще как-то приземлиться. Прям своим отбойником об отбойник. Теперь попытка от дяденьки. Господи, там еще ядра какие-то. Ох ты, неплохо. Какой торзан. В таком аквапарке на дне. Было бы много отдыхающих посетителей. Ну, а они прилегли, чтобы перевести дух. Вот этому участнику порядком досталось. Смог перепрыгнуть. Все, только вниз. И все осталось. Ну, хоть отмоется. Да куда еще третий-то? По голове трубой. Это какой-то мафиозный стайл. Пытается защититься кубом. Ох, ребят, мам, массируйте шею. Бьет струя. У кого-то лопнула артерия. А вот как выглядит скрут в бараний рог. Еще попытки взять кольцо. Берет разбег, как на уроках физкультуры. Но мы хоть и видели кого-то в шлеме. Это какой-то боковой изгиб, ломающий все законы физики. Большая, говорит, печенька. Ой, ну начинается. И это еще маленькая печенька у них, из детского меню. Выжидает момент для прыжка, играет аккуратно. Ну это был аккуратный прыжок, да. Так, хай-тэч у напады. Инженерная точность. Первая попытка не очень. Сделали выводы. Прыгать сразу после свала. Есть! Нет! Все, ну здесь только пройти по мостику. Поздно! Ну всплывает быстро. Хорошо, еще иди пройти по мостикам. Ну ладно, здесь надо еще подумать. Обратно к Ниагаре. Я чувствую, мы уже близки к разгадке этого препятствия. У нас еще около 60 участников в запасе. Налажен слив в канализацию. Есть, есть, резкие, хорошие прыжки. Вот, почти уже! Не удержает, цепляется ногами. Еще и по голове получает внизу. Ой-ой-ой. Идея была классная. Пулей устремиться вперед не дожала. Сейчас челлендж. Надо успеть поставить лайк, пока девушка не упала. Ставь! Ставь быстрее! Все. Ну что, дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вам здоровья, добра, любви и процветания. Спасибо за внимание! До свидания!